Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, у меня тут вот один комментарий прям убил насмерть, и я вот даже бросил комментировать, я тут давно не комментировал, что-то часа два тут, ну, в общем, делами занимался, да? Вот, и сейчас пришёл, сел, и вот, значит, час назад Татьяна написала, извините, мне смешно, народ сравнили с Пугачёвой и Волочковой, браво! Это на мой ролик, вот последний, как уехать из, ну, из чего-то там, по Традмилу я хожу и рассказываю, да? Да, ребят, вот смотрите, Михаил Казаков, да, прекрасный артист, он уехал в Израиль, по-моему, он, да, я как будто бы не ошибаюсь, и вот он вернулся назад в Россию, да, как в том анекдоте, как называется еврей, который уехал в Израиль, вернулся в Россию, дважды еврей СССР, недавно я рассказывал, вот, и он вернулся, почему? Потому что мы ему там сказали, что ты там был Казаков, а здесь-то никто, понимаете? И вот артистам-то как раз сложнее гораздо, чем вам, понимаете? Там вот на Кипре Пугачёву никто не знает, я вас уверяю, и Галкин никто не знает, она просто бабушка ходит там, она пожилая, больная женщина, вся потёртая, потёртая, она потёртая была уже в 30 лет, насколько я помню, да, вот, и потом она, ну, она разбогатела, она там как-то это, какую-то пластику делала и всё такое прочее, да, ей очень тяжело. Ребят, вы молодые, здоровые, сильные, да, вам куда больше вариантов, чем Пугачёва, вы понимаете что? Вот, ну, пускай у вас домик будет пожижен, ну и что? Какая разница? Ну, вот я сейчас здесь живу, да, ну, есть какие-то проблемы, мог бы я, наверное, побольше зарабатывать, но я надеюсь на Ютьюбе вытянуть всё-таки, да, свой заработок. Вот, ну, я чувствую себя гораздо лучше, чем все мои сверстники, врачи, и даже те, кто моложе, вот, те, кто живут в России, даже в Москве, понимаете, в чём дело? Вот, вот в чём фокус-то, да, ну, не смотрите вы, ну, хорошо, Волочкова, ну, чё, она там будет целый день шпагаты, что ли, делать на пляже, да? Ну, народ сначала соберётся, если она там Панамку случайно обронит рядышком, то туда мелочишку набросают, и всё, она там никто, понимаете? Вот в чём штука, вот они там, никто абсолютно, это здесь они, как говорится, ой, подождите, кто же это, вот, шубохранилище, как его фамилия, да? Кто-то его заснял даже, фотография есть в интернете, существует, как он стоит где-то там в очереди, в общей, да? Он в Германии, что ли, по-моему, получил, то ли гражданство, то ли, ну, что-то такое, да, и он стоит в общей очереди, представляете, как ему не в нос, да? Здесь он, как в том анекдоте, значит, Маша у Васи спрашивают, они лежат обнявшись, говорит, слушай, говорит, Вась, а вот правда, что царь, он тоже, как и мы, занимается любовью? А он, говорит, ты дура, что ли, Машка? Это же царь, царь прикажет, и кого надо, значит, займутся с ним любовью, да, соответствующие органы? Вот что, как вы не понимаете этого, ну, вы привыкли, что вот есть какая-то элита там где-то воздушная, да, вот они, как ангелы там вот на облаках, да, вот одной руки не видать, вот так вот, ангелы, да, вот так вот. Вот, забудьте вы всё это, да, вы что в себя не верите, ебогу? Ну, вот я тоже, вот я говорю, надо мной смеялись все, включая родственников, хохот стоял, Вовка собрался в Америку, да кому ты там нужен? Да что ты там будешь делать? Как надо мной смеялись, когда я ночами стихи писал, там куда-то их, это, запускал, да, вот, а потом бах, и всё. Меня тут спросили, как я попал. Ребят, мой вариант мало кому подходит, я написал книгу стихов, здесь её издали в Чикаго, и что-то вот решили автора пригласить, там дураки. Ну, я и приехал, и остался. Вот и всё, мой вариант редкий, ну, напишите книгу, попробуйте, мне кто-то тут писал уже, что вот, а нельзя ли связаться с издательством и так далее. Не, ребят, я этим давно уже не занимаюсь, ну, вы видите, чем я занимаюсь, я вам рассказываю, мне кто-то, кто-то ещё тут, ещё рядышком написал, что вы не только изменили свою жизнь к лучшему и других стимулируете, но это нормально, по-моему, да, я рассказываю, как я здесь живу, вот, кто-то мне написал, вам, наверное, скучно, да, ребят, я нелюдимый, у меня друзей здесь нет, у меня их не было никогда, вот, мои одноклассники, однокурсники, они не дадут соврать, у меня никогда не было друзей там каких-то, да, вот, с друзьями надо заниматься, у меня на это никогда времени не было, вот, я лучше куда-нибудь пойду, вон, в читалку или там паять что-нибудь начну. Вот, ребята, ну, хорошо, Пугачёв, Волочков, я просто говорю, что вот они, ну, всё-таки у них ум есть, понимаете, дело не в том, что одна там умеет шпагаты делать, другая красиво там поёт, танцует, да, вот, у них просто глава есть, вот в чём дело, они не кричат о патриотизме, они просто смотались и всё, вот, я уже приводил в пример, что даже у Пескова там есть французская виза, меня спрашивают, вот, подтверждение, подтверждение, да, вот, тут даже многие пишут, а, давно, это всем известно, я не буду искать подтверждение, я нахожу более-менее нормальные сайты и оттуда всё беру. Ребята, все уже собрались, у всех в кармане уже что-то есть, понимаете, в загашнике, да, виза там или что-то там, ну, грин-карта какая-нибудь, да, там, гражданство где-нибудь на Мальдивах, вот и всё. Так что не смотрите Пугачёва, Волочкова, ну и что, ну, вот Ячменников, да, вот моя фамилия Ячменников, да, у-у-у, вы тоже будете говорить, да, это Ячменников, чё, вот мы простые люди, да, тьфу, тьфу, бросьте на это дело, вот так, плюньте и всё, езжайте сами. Ну, всего хорошего, я тут просто вот комментарий такой попался, я не смог удержаться. Пока, доктор Влад с вами. Продолжение следует...